Кажется, акции перестали падать и уже пора их брать. Давайте посмотрим, чисто мой взгляд, что надо брать и когда, и в каких количествах. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Кажется, наметился конец падения, дно. И, кажется, уже наступает время, когда надо брать снова акции. Но я бы не стал торопиться на самом деле. Смотрите, давайте посмотрим на этот график еще раз, и как все это происходило, как происходило текущее событие. Итак, напомню, что индекс S&P 500 и все акции дружно росли в течение всего прошлого года. И они дали совершенно фантастический рост в размере 50-70%. Многие акции дали. Было все прекрасно. Все компании загружены, все компании получают прибыль. И никаких признаков о том, что приближается кризис, не было. Был торговый дисбаланс, вы помните, да. Были торговые войны США-Китай. США вводили какие-то заградительные пошлины против Китая. И, в общем-то, сказать, там все это внушало оптимизм. Индекс S&P рос, и все росло. После того, как фаза 1 была подписана. Но, друзья мои, все эти факторы, они отработали уже примерно к осени. И вот уже с осени вроде бы должны перестать расти акции, но они продолжали расти. Ну, многие говорили, что это, в общем-то, что это уже переоценка небольшая идет. Но, тем не менее, все продолжало расти. И ничего не предвещало беды, на самом деле. Но вот я уже читал в конце осени, что как-то вроде бы экономический рост замедляется. Смотрите, рост экономики замедляется, а акции растут. То есть есть какой-то дисбаланс. То есть рост уже не такой бодрый, а рост акций все равно еще вот такой вот веселенький. Ну, то есть какой-то дисбаланс есть. Я покупал акции, но уже очень внимательно смотрел на срочный рынок. Потому что если начнется вдруг падение, то на срочном рынке можно, только на срочном рынке можно и заработать на падении. Но, тем не менее, я держал акции и прочее. Что произошло после Нового года? Как ни странно, после Нового года рост продолжился. И практически весь январь рост продолжался. Индексы S&P 500. Но в середине января, ну, вот уже начался коронавирус. В Китае там начали объявлять, что, значит, там начали раздувать вот эту панику насчет коронавируса. И что произошло? Стали падать цены на нефть. Кто-то говорит, что это связано с коронавирусом. Но все-таки, смотрите, экономика уже растет не такими большими темпами. А добыча нефти продолжает расти, потому что на рынке появилась сланцевая нефть. Она все время росла, росла, росла добыча. А страны ОПЕК+, они ее ограничивали. И все эти объемы замещались Америкой. Вот. Поэтому я думаю, что нефть начала падать. И началась шумиха насчет коронавируса. В конце января начинают падать акции потихонечку. СНП-500. И все говорят, что, в общем-то, вроде бы признаков для того, чтобы это вылилось в глобальный кризис, нет. Это всего лишь коррекция. Ну и действительно, акции слишком долго росли. Они могли немножечко скорректироваться. В принципе, считается падение акции на 10-15%. Это все еще коррекция. И здесь ни о каком кризисе речи не идет. В конце января акции начинают падать. СНП-500. И кажется, что это коррекция. Здесь ничего страшного, вроде бы, да. Но идет шумиха насчет коронавируса. И акции продолжают падать. Истерия нагнетается почему-то. Хотя, вроде бы, обычный грипп. Ничего такого сверхъестественного. Но просто вот нагнетается истерика. И это приводит к чрезвычайным мерам. То есть, закрываются границы, отменяются рейсы. В Китае продлевают каникулы. В Китае целая провинция ушла на карантин. И многие, в общем сказать, отменяются сообщения с Китаем. Закрываются границы и так далее. Это уже серьезно. Это уже серьезно. И вот уже это может привести к... И так экономика уже перестала расти. Но это может привести к спаду в экономике, к рецессии. И поэтому, ну вот это уже стало действительно серьезно. И когда уже в конце февраля коронавирус начал перебрасываться в Европу. А истерика, она вот по-прежнему идет. То есть, начинает уже Европа закрываться. Мы знаем, в Италии очень много случаев. Там очень быстро распространялся вот этот вот вирус. Эпидемия. Была объявлена пандемия. Вся Европа закрываться начала. Ну, это уже, друзья мои, это серьезно. И так-то, в общем-то, в Европе уже не наблюдался, в принципе, экономический рост. Он был в Америке. Вот. Ну, а тут все закрывается. Естественно, будет падение. И в результате, значит, в конце февраля вот как бы начинается падение, все прочее. Но еще не произошло главного на самом деле, друзья мои. Еще безработица не начала расти в то время. То есть, все вот эти падения, они были на испуге, на эмоциях. И для того, чтобы побороть эти эмоции, там, ну, как бы, все это, ничего нового. Все лекарства от этого известны давно. Что делать? И просто, ну, все заверяли, что так и будет, что все под контролем, не переживайте. И, в принципе, так все и было. И смотрите, вот в конце февраля, в начале марта, 2 марта, я был на семинаре в брокерском доме открытия. Семинар вел главный аналитик брокерского дома открытия Сергей Хистанов. И, кроме того, я еще осенью был на форуме Private Money, там выступал Андрей Мовчан. И тот, и другой говорили примерно одно и то же. Смотрите, что это за люди? Андрей Мовчан – это руководитель управляющей компании, которая управляет капиталами. Управляет он, Андрей Мовчан, капиталами в сотни миллионов долларов. Сергей Хистанов аналогично. Он управляет капиталами в сотни миллионов долларов, но в брокерском доме открытия. Вот так. То есть он как бы анализирует все и дает рекомендации, что делать. Сергей Мовчан говорил, что главной задачей в своих инвестициях, в управлении капиталами, он считает не увеличение этих капиталов, а сохранение. То есть главная задача для него, он говорит, сохранить деньги в долларах. Вот. Не чтобы они выросли. Если удастся, что они вырастут, то очень здорово. Поэтому он говорил про какие-то облигации, что надо покупать облигации, самые надежные, надежнее не бывает. Поэтому вот так. Хотя они не дают никакого дохода. Представляете, да? То есть человек, который управляет огромными капиталами, он говорит, ребята, я вкладываю практически все в облигации, которые дают фиксированный доход, там 3% годовых в долларах. Все. Что говорил Сергей Хистанов? Он рассказывал тоже, кстати, ссылочку вы увидите там в правом верхнем углу, значок «И» на запись этого семинара. Он потрясающе интересный. Был на самом деле 2 часа. Вот. И Сергей Хистанов тоже самое говорил. Он сказал, что в свое время на предыдущем кризисе он потерял очень-очень много, практически все. И это сделало его крайне осторожным. И когда он говорит, что вот в конце прошлого года там рост, рост, рост акций, он говорит, но акции растут до определенного момента, а вот падение происходит, как правило, очень резко. И поэтому он сказал, что если вначале у него там 80% было в облигациях, то, в общем сказать, долю в акциях он сократил до нуля. Еще тогда. Вот. И вот 2 марта, когда я был на вот этом семинаре, он мне рассказывал и сказал, что вот прямо сейчас мы находимся как бы в точке бифуркации. Что будет? Первый вариант событий, который он назвал наиболее вероятным, что ФРС продолжит очень медленно и плавно снижать ставку по доллару, ставку рефинансирования и, ну, как-то все постепенно стабилизируется и рынок уйдет в боковой тренд. Понимаете? В боковой тренд. Не в рост, а в боковой тренд. Но есть еще вероятность такая, что, в общем сказать, рост экономики сменится, ну, как бы рецессией, потому что он говорил там и про вирус, про это тоже самое. Очень интересно, я вам очень советую посмотреть. И он сказал, что вот буквально вот сейчас мы находимся в этой точке бифуркации. В ближайшее время, что будет, наблюдаем как раз за действиями ФРС. Если ФРС начнет резко снижать ставку, то, ребята, значит, дело плохо. А если не резко, то, значит, ну, боковой тренд наиболее вероятен. И почему я говорю 2 марта? Я был там в брокерском доме открытия. На следующий день я еду в Москву и слышу новости, значит, да. На 19 марта было назначено следующее заседание ФРС, где должно были озвучить решение по ставке, рефинансирование. И ожидалось, что, ну, на 0,25 они ее понизят. Так вот, друзья мои, уже на следующий день, 3 марта, я в Москве и вдруг слышу в новостях в 17.30, что ФРС собирается на внеочередное экстренное заседание и решает снизить ставку на сразу 0,5. То есть, во-первых, на 2 шага намного сильнее, во-вторых, экстренное внеочередное заседание. То есть, точка бифуркации пройдена, и эта точка, к сожалению, в сторону кризиса. Вот что это значит, по словам Сергея Хистанова. Ну, и, соответственно, все пошло падать в то время. Логично. И что происходит? 19 марта следующее заседание ФРС. И на следующем заседании ФРС тоже, не дожидаясь 19 марта, по-моему, 18 марта, снова понижает ставку и снова на 0,5. Что это значит? Это значит, что ставка рефинансирования в США упала до нуля. То есть, по действующей вот сейчас концепции, что нужно делать, чтобы возобновить рост акций, возобновить рост экономики. Надо снижать ставку рефинансирования. Чем больше, тем лучше. Поэтому деньги станут дешевле, они пойдут в экономику, экономика начнет расти. Ставка рефинансирования, еще раз, была понижена дважды гигантскими шагами, но посмотрите на график. Это помогло как мертвому припарке. Итак, смотрите. Снижение ставки, первый механизм для того, чтобы возобновить рост, это снижение ставки рефинансирования. Ставку можно опускать не ниже, чем до нуля, иначе это не имеет смысла, это никакой роли не сыграет. Ставка рефинансирования снижена, это не помогло вообще никак, как мертвому припарке. Понимаете? Следующий этап это QE, quantitative easing, то есть, послабление с деньгами. То есть, деньги надо сделать дешевле. И механизм QE запущен на полную силу. И США выделяют огромные средства, триллионы долларов, для того, чтобы остановить падение рынка. И выкупают долговые обязательства, прежде всего, выкупают, чтобы они не упали, потому что люди все в панике распродают акции. И для того, чтобы освободить, надо просто их выкупать. Вот. Идут словесные интервенции о том, что денег хватит, что выделяются триллионы. Но, тем не менее, смотрите, что происходит. Вот буквально вчера произошло очень важное событие. Понимаете? Смотрите. Это помогло, на самом деле. И акции перестали падать. Но когда акции начали падать, и люди в страхе, вот когда включили QE, люди в страхе начали покупать золото. Логично, абсолютно, потому что золото всегда являлось... Ну, в России всегда являлся защитным активом доллар. А во всем мире, ну, как если у них уже доллар, защитным активом являлось золото. Золото начало расти. Так вот, друзья мои, на прошлой неделе и буквально вчера произошли очень важные события. Если мы посмотрим на график золота, вот сейчас вы его видите, то вы видели, что сначала кризис золота вдруг начинает расти, серебро начинает вдруг расти. Но вот на прошлой неделе вдруг золото очень резко начало падать. Что это значит? Это значит, что все налаживается, и что люди уже избавляются от золота и начинают скупать акции. Вот боюсь, что нет. Золото упало в цене, но на прошлой неделе американцы в США должны были опубликовать данные по Initial Jobless Climb. Это первичные заявки на пособие по безработице. И если до сих пор еще безработица не начинала даже расти, то есть все были заняты, там такой занятости никогда в Америке не было, то есть безработицы нет, нехватка рабочих рук буквально была, потому что вот все занято. Вообще шикарно все было. И Трамп внезапно просит отложить публикацию вот этих статистических данных по Initial Jobless Climb на прошлой неделе. Понимаете? И на прошлой же неделе начинается падение золота. Очень резкое. Понимаете? Ну, Америка это не Россия, потому что в России, что не опубликовать статистику, потому что статистика в России это управляемая вещь, совершенно все, что надо, можно нарисовать. В Америке не так. И ожидалось, что... Ну, было понятно и очевидно, что вот эта статистика будет не очень хорошая, и что она будет совсем не очень хорошая. Ну, то есть, что она вырастет. Вырастут заявки на пособие по безработице на миллион штук. То есть, ну, миллион будет рост. И, наверное, поэтому Трамп хочет отложить, потому что это очень-очень резкий рост заявок на пособие по безработице. Очень резкий. Ну, вот вчера, ну, уже откладывать дальше некуда. И вчера эти данные были опубликованы. Друзья мои, они превзошли самые страшные ожидания. В три раза. То есть, был не миллионный рост пособия по безработице, а три миллиона. Три миллиона заявок на пособие по безработице. Это значит, что американская промышленность очень резко падает вниз. Что за этим последует? Естественно, за этим должно последовать падение акций. А его не произошло. Его не произошло вчера. Сразу после публикации акции не шелохнулись и даже выросли. Вот так. И почему они выросли? Все это падение, которое должно было произойти, выкупили. И я думаю, что откуда взялись деньги на выкуп этих акций? Золото продали. В массовом количестве было продано золото. Для того, чтобы выкупить вот эти вот падения акций. Понимаете? И вчера же падение золота прекратилось, и оно резко рвануло вверх. Вы это видите на графике. Резко рвануло золото снова вверх. И вернулось на прежние позиции. Индекс S&P 500 удержался вчера. Но что это означает? Это означает, что, в общем сказать, компании-то терпят убытки. Да, эта атака отбита путем продажи большого количества золота. Американской системой. Но, давайте не забывать, что сейчас идет март и конец марта. И скоро будут подведены итоги. То есть, компании начнут отчитываться за первый квартал. Публиковать свои итоги. И совершенно уже для всех очевидно, что эти итоги будут безрадостные. То есть, компании будут фиксировать убытки. Это значит, что стоимость компании будет падать. И вот эти убытки, ну, они уже, в принципе, заложены в стоимости акций, потому что они уже упали. Но, почему падает производство? Да потому что все закрывается. И закрываться все только-только начало. Понимаете? Только-только начинает закрываться. В Америке все. Потому что вирус перешагнул в Америку. И уже в Америке там разворачиваются самые чудовищные меры, которые, ну, могут, можно предположить. Там какая-то фантасмагония идет сейчас, что буквально там передвижные морги и так далее. Ну, совсем контейнерные какие-то. Ну, то есть, это кошмар, ребята. Он начинается в Америке, но это приведет к еще большему падению, я думаю. Поэтому, я думаю, что пока еще момент для покупки акций не настал. Будьте крайне осторожны. И послушайте вот этих вот людей, которые управляют сотнями миллионов долларов. Но если вы хотите что-то купить, то купите облигации. Лучше это сделать 50 на 50. Половину в рублях, половину в долларах. Потому что сейчас все центробанки начинают усиленно печатать доллары. Включается уже последний отчаянный шаг, это helicopter money. То есть, деньги разбрасывать с вертолета. То есть, вообще просто необеспеченные деньги раздавать людям для того, чтобы они их тратили и покупали, ну, скажем, акции, покупали все, что можно купить. Но при этом магазины-то закрыты, поэтому это не приведет к росту покупок. Понимаете? Поэтому я жду достаточно еще, так сказать, я думаю, что это еще не дно. И если вот сейчас подтвердятся мои страшные предположения, что, в общем-то, все будет продолжено в таком духе. То есть, ну, что такое предприятие, закрываются. Это значит, что безработица только-только начала расти. Она будет массовой. Будет массовое закрытие компаний. Будет массовая безработица. И будет массовое банкротство. Массовые банкротства приведут к массовому разорению банков. Ну, конечно, США говорят, что они готовы ко всему, что банковская система выстоит и так далее. Но это словесные интервенции. Поэтому, ну, что советуют люди? Что советуют? Ну, вот сейчас ходят ссылки на книгу американца, который вел дневник во время Великой депрессии. Он просто, он был не финансист, он просто интересовался. И он, типа, коротенькие такие сообщения из этого дневника о том, как проходила Великая депрессия. И чем она закончилась. Она закончилась вот этим самым Helicopter Money, который, значит, начали печатать безудержно деньги. И акции вдруг начали бешено расти. И на дне их надо было покупать, а денег ни у кого не было. То есть люди хватали деньги, бежали. Значит, что-то покупали самое необходимое. Но вот не хватало денег на акции. Вот этот Helicopter Money даже не успевал печатать деньги, чтобы их все реализовать. Была бешеная инфляция, естественно. И именно спасением от инфляции была покупка акций. Он говорит, ну, все, акции по 10 центов уже не купить. И те, кто успел купить акции на самом дне, они были на высоте. То есть эти акции выросли потом в результате там в 500 там раз, в 5000 раз там. Ну, вы можете посмотреть историю. То есть что нужно делать? Надо хранить кэш. Ну, а какие инструменты покупаю я и какие результаты у меня? Посмотрите. Ну, такой прибыли, как с начала кризиса, я не получал никогда. Посмотрите. Вот мой график. Это финансовый результат за последние 3 месяца, за последний год. Пожалуйста. Вот вы их видите. Я получил бешеную прибыль, которую не получал никогда. Когда росли акции, я не получал такую прибыль. Почему я ее получил и что я купил? Следовал ли я советам вот этих вот экономистов главных? Нет, я им не совет, не следовал. Потому что они, у них в управлении сотни миллионов долларов. И их задача сохранить деньги. У меня нет сотен миллионов долларов и даже сотен миллионов рублей пока. Поэтому моя главная задача заработать. Я, да, я, наверное, как-то рисковал, но я строил опционные стратегии. И первая моя стратегия, опционная, закрылась в конце февраля. Она мне принесла 30% доходность. За февраль, когда вот все начало падать. На чем основан был мой расчет? Ну, я думал, что нефть, страны ОПЕК договорятся, нефть сильно не упадет. Вот, я подозревал, что, ну, индекс S&P 500 может сильно не упасть. Но я был почти уверен, что индекс РТС точно не вырастет. Вот, то есть российские акции точно перестанут расти. И я поставил, сделал ставку на это. И я на этом заработал, ну, немыслимые деньги, на самом деле, там, для меня, по крайней мере. То есть я на этом заработал, там, 400 где-то или 500 тысяч рублей. Ну, это позволило мне, в общем, сохранить, вот, по всему портфелю, рост был 20% где-то. Это очень здорово для кризиса, согласитесь, 20% за месяц заработать. Следующий, вот, у меня сначала завершилась опционная стратегия по нефти. Я был весьма осторожен в этом смысле и заработал 30%. Потом я заложился сильно больше на индексе РТС. И вот индекс РТС мне принес как раз вот эти вот самые 500 тысяч. И я понял, что опционные стратегии на, ну, по крайней мере, на падающем рынке, они могут работать и на падающем рынке, они могут работать и на боковом тренде, они могут работать и на восходящем тренде. То есть они всюду дают доходность где-то в районе 30% годовых. И все говорят, что это риск огромный, покупка и продажа опционов. Да, это огромный риск, когда вы просто покупаете или просто продаете опционы. Но я не зря говорю про опционные стратегии, потому что опционные стратегии позволяют управлять рисками. То есть вы можете ограничить свой риск, ну, буквально там, скажем, вы рискуете потерять, скажем, 2%, а вы заработаете, например, там, ну, скажем, 20%. Хорошо, хорошо. Или вы можете заработать неограниченно, но есть риск потерять чуть больше. Но всегда есть возможность ограничить риски. Вот что это значит. И, ну, во-первых, так у меня стало получаться. Я знаю, что меня смотрят очень многие люди. Я стал людям советовать именно покупать опционы. И не просто покупать, а я разработал курс по опционам, по опционным стратегиям, потому что в них надо разбираться. Если не разбираясь туда полезть, вы будете терять, терять очень-очень много. Вы будете терять все, что туда вложили. Вот что я вам скажу. Вот. Пока не разберетесь. Для того, чтобы разобраться, именно вот я разобрался в этом. Мне кажется, я разобрался, ну, может быть, недосконально. Досконально, но очень серьезно. И хорошая моя сторона то, что я могу объяснить максимально доступным способом, как зарабатывать на падающем рынке, как использовать, как строить опционные стратегии. И вот это, на самом деле, мой курс, ну, там подключились, там уже больше ста человек. Я постепенно повышал стоимость этого курса, потому что я видел его ценность. И люди вот пишут, сейчас он завершился буквально, курс по опционам. Люди пишут, что буквально за один месяц отбарабанили свои деньги, вложенные в этот курс. Понимаете? То есть они тоже получили прибыль. Почему? Ну, я не просто веду, там просто вы покупаете, например, да, записи какие-то, видеозаписи, да, посмотрели курс, да, все понятно, да, вы начинаете строить. Но там есть поддержка в чате. И мы все делимся, люди задают вопросы. Поддержка идет постоянная. И более того, я в чате, вот буквально вчера, прямо в режиме, вчера была экспирация по нефти. И завершалась вот эта вот, ну, экспирация по опционам на нефть. И в прямом эфире люди видели, буквально, вот я прямо вот транслировал, что я делаю последовательно. Я прямо вот каждые там полчаса или каждый час перед экспирацией показывал, что происходит на счете, что происходит на рынке, что я делаю, как я делаю и почему я делаю. То есть это тоже элемент обучения. И я намерен продолжать это дело в этом чате для тех, кто приобрел курс по опционам. Исключительно, потому что это закрытый чат. Туда допускаются только те люди, которые разговаривают со мной на одном языке, которые понимают, о чем я говорю. Потому что просто так, ну, туда нельзя лезть, потому что вы потеряете. И люди, которые вот, ну, прошли этот курс, они уже сами начинают строить стратегии. И я это вижу, и это получается, это работает, друзья мои. Поэтому я считаю, что, вот смотрите, самое лучшее вложение, вот люди уже вернули те деньги, которые просто вложили в этот курс. Понимаете? Люди вернули деньги, которые вложили в этот курс. Да, он стоит денег. Да, это, ну, как бы, это недорого, потому что, ну, аналогов нет просто. Потому что опционы – это очень сложная штука, я вам точно могу сказать. И там требуются какие-то, ну, начальные математические знания даже. Вот, поэтому в этом разобраться сложно. Я пытаюсь донести это максимально простым языком. Мне кажется, мне это удается. Поэтому, друзья мои, самое лучшее приобретение, я считаю, это курс по опционам. Потому что рынок еще будет падать, я боюсь. И если рынок будет падать, то, в общем сказать, срочный рынок – это то, где надо зарабатывать деньги. Вы видите мои результаты, они налицо, они это показывают, они это подтверждают, результаты людей это подтверждают. Ссылочку на этот курс вы видите внизу, традиционно, вот там значочек «И» вы тоже его увидите. И нажимайте, приобретайте. Да, еще одно маленькое объявление. С 15 апреля я хочу очередной и уже последний раз повысить стоимость этого курса снова в два раза. То есть сейчас он стоит 8 тысяч рублей для тех, кто не прошел курс биржи для чайников. Для тех, кто прошел, скидка 50% была и будет. И, соответственно, с 15 апреля я планирую увеличить стоимость этого курса до 15 тысяч рублей. Делайте выводы, господа, делайте ставки. Ну, а по поводу вчерашней экспирации на нефть, она добавила мне еще 120 тысяч рублей плюс. Вот так. Отчет будет. Ну, на сегодня все. Спасибо за внимание. Лайк. Кнопочка внизу, вы знаете, что делать. С вами был Демитров Юрий. До встречи.